ДОПИНГ Во-первых, нужно аннулировать все результаты спортсмена. Второе, пока он не будет чистым, нельзя давать ему участвовать в соревнованиях. Смотря что вы называете допинг, кто определяет, что такое наркотики. Стероиды нет, белковые добавки да. Нужно понять, кто решает, что можно принимать, а что нет. Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Например, когда у бейсболистов в крови находят допинг, проводят расследование, и они заканчивают спортивную карьеру. А вот с теннисисткой Шараповой, она употребляла какое-то лекарство, которое запретили совсем недавно. Ее не должны дисквалифицировать. Мария Шарапова, она же не просто спортсменка, она звезда, объект для подражания. Она выигрывала много турниров, и оказалось, что она употребляла что-то. Это большое разочарование для всех ее фанатов. Мне кажется, что Уильямс гораздо больше допинга использует, чем Шарапова. Видели, какая она здоровая? Ну да. Ну да. Шарапова же хорошая девочка. Вообще никакое не должно быть наказание. Просто должны отмениться все запреты на использование допинга. И тогда все равны, и все, и не надо никакой больше, нет никакой борьбы. Кто хочет, прискать тем, чем хочет, и все. Как бы все открыто. Не, ну если вы личности там какой-то Шарапова рассматриваетесь, да? Ну, наверное, как всех там на 4 года, сколько у нас идет по регламентам. На 4 года, я думаю, достаточно будет отстранить. Ну, это вопрос не такой уж и простой, я считаю. Если там говорят, что это, ну как, лекарство для поддержания сил, то что за это наказывать-то? Надо разбираться, кто такие эти. Включил в тот список. Я считаю, нет никого и не за что наказывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!